Итак, наш шутер от первого лица с использованием Raycast практически готов. Нам осталось сделать только прицел и сделать это достаточно просто. Даже не потребуется писать ни строчки кода, всего лишь мы добавим один объект на сцену и этот объект будет объектом UI. Выбираем GameObject, UI и Image. Нам нужно добавить картинку. Для того, чтобы понять, что это за картинка и вообще иметь возможность с ней работать, давайте в окне сцены нажмем кнопку 2D, перейдем в 2D и кликнем двойным кликом на Image. Немножечко отъедем и увидим, что у нас есть такая вот рамка. Эта рамка это наш Canvas. Нам необходимо имидж разместить в центре Canvas. Деталей сейчас пояснять не буду. Это пользовательский интерфейс и в общем-то это тоже отдельная тема. Чтобы центрировать эту картинку, мы используем специальный инструмент. Нажимаем левой кнопочкой по нему, у нас открывается вот эта панелька и здесь мы нажимаем клавиши, вот подсказки, кто не запомнит, Shift и Alt и кликаем в центр. Вот теперь наша картинка прямо в центре. И в окне Game мы тоже видим, что у нас появился вот этот странный квадрат белый. Понятно, что он великоват, мы должны сделать ему поменьше размер, но давайте сделаем 5 на 5. Вот такая вот точка в центре. Ну может быть маловато, давайте 10 на 10. И мы можем изменить цвет, к примеру, на красный. Вот теперь у нас в центре есть прицел. Если мы нажмем play, теперь мы можем прицеливаться и абсолютно точно попадать в цель. Если вам не нравится вот этот вот странный квадрат, мы можем его заменить картинкой. То есть можно скачать картинку с прицелом, например, круг с крестиком, как это обычно делается, и сюда подставить. Ну давайте сейчас это сделаем. Итак, на просторах интернета я нашла вот такую замечательную картинку, она мне нравится. Здесь есть и кружочек, и перекрестие, то есть достаточно удобно. И сейчас эту картинку мы поместим в наш проект. Переходим в папку Project, Let's Try Shooter и у нас здесь будет необходимо создать папку, новую папку, фолдер Sprites. Это будет у нас Sprite. И сюда в эту папку мы сейчас импортируем загруженную картинку. Вот у меня эта картинка, я ее беру и просто перетаскиваю. И теперь нам необходимо преобразовать ее в Sprite. Sprite 2D and UI. И обязательно нажать внизу кнопку Apply. Все остальные настройки я не рассматриваю, поскольку это тоже отдельная тема. Но главное, чтобы мы сейчас сделали. Итак, выделяем сейчас наш Image и у Image есть Source Image. Вот берем сюда в Source Image этот Sprite и отправляем. Давайте двойным кликом кликнем, посмотрим как это выглядит. Немного маловато, наверное, картинка. Перейдем в окно Gain. Да, маловато, можно сделать больше. Наверное, даже вот так 30 на 30. Или даже 50 на 50. Но это зависит от картинки. Великовата все-таки 30 на 30 лучше. Проверяем. И вот теперь я целюсь. Ну, либо можно сделать наоборот, этот прицел еще больше, намного больше. Допустим, так вот 200 на 200. Вот, чтобы это выглядело как, вот как будто мы действительно стреляем каким-то оружием. Но это уже вопросы дизайна, которые здесь мы, конечно же, не рассматриваем. Итак, мы уже немного вышли за рамки официального туториала Unity. В Unity мы сделали свой прицел. В принципе, мы исчерпали этот официальный туториал. Но понятно, что это пока еще не игра. Это всего лишь реализация выстрела. В любой игре у нас есть подсчет очков и есть более сложные локации. Но создать более сложную локацию, я думаю, каждый сможет, кто немного знаком с Unity. Если нет, смотрите другие уроки. Например, мы можем даже на основе существующих блоков, которые у нас здесь есть, нашего созданного уже окружения, взять и расставить еще больше стен, просто их продублировать, переместить, добавить новые цели. И, в общем-то, у нас будет уже такой больше, более сложная сцена с каким-то сюжетом, возможно. Но самое главное, чего у нас нет, если это наш шутер игровой, то у нас нет подсчета очков. Вот подсчетом очков мы займемся в следующей уже новой части урока, которая не представлена в официальном туториале Unity. Кому интересно, до встречи в следующей части! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok